Всем привет, друзья! Вы на канале Шедер Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Мы продолжаем с вами портию. Сегодня у нас, как обычно, в портие важный день. Мы отправляемся на открытие дома Хаса и Таса, ресурсы для которого готовили в прошлой серии. Посмотрим, будет это сегодня или нет, но нужно проверять почтовый ящик и... что такое? Дорогой, не беспокойся, помогите с работой. А, понятно. Ничего серьезного. И там должно быть приглашение на открытие этого дома. Поэтому мы не должны пропустить его. Так, съешь рыбу и успокойся. Есть. А так вообще, мы с вами практически уже все сделали. Осталось только дождаться Мейсона, который все никак не выдвинет нам свои последние требования. И дождаться ребенка второго, которого мы усыновили, но церковь нам его еще не прислала. Ждем. Проверяем почтовый ящик. Может, там еще ребенок где-то в почтовом ящике лежит. Всякое может быть. Так, письмо какое-то есть. С трепетом бегу смотреть. И... А, Джанго! Сегодня ничего. Уха из рыбы, получается, у нас сегодня. Значит, будем есть уху. Кстати, тут еще что-то осталось. Ну, подожди. Слышите, нифига себе. Поели на дне рождения кое-какие люди хлеб оставили мне сухой. Типа сами его жри. И какой-то недопитый красный чай. А так, каких десять? Их восемь. Восемь человек поели на славу. Я не знаю, куда их... Куда они это все засунули? Ну, это что-то с чем-то, конечно, это да. Куда они засунули эту еду? Ее же всего восемь человек-то было. Там же было... Что? А? Хорошо. Там же их было все восемь человек. Что за проблема-то вообще? Не могу понять. Так, сегодня квестов нет никаких. Дней рождений нет никаких. Поэтому я, наверное, сейчас отправляюсь ловить рыбу. Как обычно. Нет, подожди. Сегодня у нас какой день? Четверг? Я посмотрю, может, с кем-то прокачать можно отношения. По идее, я же говорю, у нас остались только пару... Опа, мы застряли. Нет. Пару важных дел. И все. А так, все остальное, я думаю, мы уже с вами перевыполнили. Сложное было, наверное, собрать ресурсы для дома Хаса и Таса, потому что... О, привет. Ага, мы же с этим другом еще. Вообще, чертова пыльца. Мешают мне выполнить заказы. Да, конечно. А что тебе дарить-то надо? Я не знаю, что тебе там дарить. Молоко, что ты не пьешь. Он сказал мне инструмент какой-то подарить. Вот я попробую сейчас сделать какой-то инструмент и ему принести. Так, Эмили, один подиум. Зачем он тебе нужен? Плюс 40. Это нам не поможет прокачать отношения. Одна плетеная корзина. Корзина плюс 31 и 5 масок пандомаши. 21. Циву. Давайте тут 31 и денег больше. Тем более, плетеная корзина делается довольно просто. Сейчас я попробую какой-то инструмент еще сделать и подарить его Хиггинсу. Что? В принципе, он сказал, что ему эти подарки нужны. Я хочу докачаться до уровня дружбы с ним. Хотя мы всегда были врагами, но раз так сложились обстоятельства... Здорово, Элис. Джек хорошо учится в школе, еще помогает с магазином. Мне повезло, что у меня есть такой брат. Понятно. Чего квестов нет? По идее, здесь же должно быть куча разных квестов. Я же подружился практически со всем городом. Но не очень хорошо, конечно, подружился. Но подружился. Друзьями стал с большей частью точным города. Ладно. У нас нет изношенного меха. Это плохо. Как ее получить? Слушайте, закончилось. Помните, я заказал как-то 500... 500 штук меха заказал. Было же дело. А теперь вот приходится убивать бедный хлам. Сколько мне? 25 штук надо убить? Да вы шутите. Я в жизни не буду этого делать. А что мне остается? Ничего. Чтобы одну плетеную корзину сделать. Это все плетеные корзины виноваты. Да представьте, сколько... Сколько меха уйдет сейчас. Сколько ламп погибнет. Сколько я там набил? 7 всего. Еще где-то 22-23. Ну вот есть чем заняться сегодня. Я думал, чем же сегодня заняться-то в порте? Давайте займемся кровавыми убийствами. Хорошо. Отлично. Кого там еще можно? Пандомышей, пандомышей тоже убить. Ну, пандомышей. Он не у нас пандомышей. Так, иди сюда. 14, еще 10 штук. Да что в вас... Это хорошо, что корзина одна. Сейчас пойду закажу, наверное, эту. Опять шерсть. Потому что это невыносимо. Ну, кто-то что-то еще у меня закажет. 18. Да сколько ж вас? 19. Еще парочка. Хорошо, что они рядом. Так, быстрее набивается. 22. 23. Вот убийца. О, вышла огромная. Огромная в очках. Крутая вышла. Привет. Что надо? А ну, дай мне свои очки. Вот тут 5 мягкого меха сразу. Так, годится. Все. Я думаю, этого хватит. Сейчас сразу же заказываю чего-нибудь. В исследовательском центре, или как он там называется. Давай, корзина должна быть сделана. Подожди, я не бросил мех в пару минут. Так, сортировка. Мех ушел. Мягкий мех туда же можно добавить. Он прекрасен. Смотрите на его консистенцию. Так, одну корзину. 24. 28. Это же ужас. Так, пошла. Инструменты. Давайте мы сделаем. Начнем, наверное, с топора рыбака. Хотя у меня есть фигня всякая. Лежит же. Сейчас я ему подарю что-нибудь из своего старого. Если найду. Но меч он не просил. Хотя и можно. У него, по-моему, на стенде стоит. Старые мои инструменты. А может, ему ключ гаечный подарить? Там был только что. О, есть. Обычная кирка рыбака. Пошли, подарим. Посмотрим. Зайдет, не зайдет. Эксперимент. И заедем в этот. В следующий скрипт-центр. А, этот имент. Я думал, это Хиггинс. Он здесь никогда не ходил. А ну минуту я еще в корзину заберу. Можно же забрать. 6 минут, да. Сейчас заберу. И на целый день на рыбалку, наверное, иду. Завтра день от этого света праздничного. Или как он там называется. Будем ловить подарки. Все. Можно забирать. Можно, я думаю, да? Только не этой кнопкой. А вот этой. Здорово, Тоди. Здорово, Али. Как дела? Тебе доводилось слышать истории? Да. Это тебе. Хорошо, дружбу не прокачали. Сниктает. Все отлично. Весна, весна, весна. Так, Хиггинс, сиди сюда. Сейчас я кирку свою подарю старую. И попробуй только мне тут скривить свое лицо. Опять начинается с дверьми. Я захожу, он выходит. Я выхожу, он заходит. Это как с Эмилием в прошлой серии. Нет, он вышел. Отлично. Так, мы с тобой общались. Подожди, вот, держи подарок. Вот, классный же, смотри. Да, это заходит. Да, да, да. Шет, отдайте-то мне было умно. Я смогу воспользоваться этим лучше, чем кто-либо другой. Без обид, ты же понимаешь. Понятно. Да, у меня еще топор есть старый. Могу тебе ее тоже подарить, между прочим. Так, Хас и Тас. А что у нас дома? Можно посмотреть, кстати. Не туда сел. Можно посмотреть, кстати, на результат, как там у нас дом подавать. Теперь у нас самая настоящая работа, ладно. Поехали в гражданский... А, подожди, я цены посмотрю. Скажите мне про цены. Цены сегодня 77. В принципе, можно купить это. И пойти купить цветы. Потому что они у меня закончились. Причем все. Все в одно время, все сразу. Давай, иди сюда. Так, здорово, Элис. То есть, мы с тобой сегодня уже виделись. Так, гражданский корпус. Мне срочно нужна шерсть. Мания сорочная. Нужна шерсть. Здорово, Филлис. На работу или с работы? Бактерии. Так, так, так. Нет, не клиника, а здесь. Гражданский корпус. Сейчас закажем. Тут ходит Мали. Че, с ней нельзя дружить. Не знаю, не знаю. Так, полученные предметы. Мне нужен изношенный мех. Причем много. Надо штук 100-200, может быть. 200 штук это максимум. Чтобы быстрее, 3 дня. Так, дешевле будет. 4 дня. 5 дней. 6, 7. 400 монет. Да мне все равно. В принципе, можно 3 дня. Ладно, чтобы не дьявольское число было. А нормально. Давай. Размещаем. Мне надо 200 меха. Это мне хватит на 5 корзин. Да хватит мне его с головой. Все. Остальное мне не нужно ничего, я думаю. Просто чтобы не бить этих бедных лам, если вдруг какой-то заказ будет. Это самое оно. То, что надо. Так, господа. Что я хотел сделать? Я уже не помню. А, я хотел съездить посмотреть, как там дом строится. Хаса и Таса. Почему меня не приглашают на его открытие? Не понял. А потом к месяцу на заеду. Молока им отвезу. Ну и что? Надо же его поить молоком. Он же нам квеста так и не даст, если он не будет молоко получать каждый день, наверное. Ё-моё. Это что, общественный туалет? А, Стас. График. МЖ. А вы кто, молодой человек? А, вас тут двое? Не знал, что у Хиггинса есть подсобные рабочие. Вот как он заказы выполняет, да? Вот так он и строится. Нормально, за все. Неплохо. Я думаю, завтра будет уже готов. Крыша уже есть. Нет, ну реально туалет или это? Душевая. Ну, хоть увидел, что здесь происходит. Хас. Тас. Скоро у вас будет жилье. Так, поехали к Мейсену. Поглядим, как он там живет. Поживает. Что вообще себе думает? Нет, на Тас стоило увидеть, конечно. Хотя бы появляются они внезапно, знаете, как бывает. Типа, не было бы там хлобысь и появился. Так, Мейсен, по-моему... А, вот он. Все нормально. Привет. Я чувствую этот воничий запах молока. Да на уже его. Ага. Никогда не ходил в церковь. Не люблю рано вставать без надобности. Но нельзя не восхищаться работой, которую не делает. Ведь со времен великого дефицита людям нужна надежда. Вы, ребята, совсем тут разленились? Если вам нужны какие-нибудь опасные для жизни события, парочка песчаных бурь или засух, это станет для вас отличной стряской. Вот что я вам скажу. Ладно. Надо ему молока поменьше давать, то он начинает что-то злиться. Какой-то он агрессивный. Так, ладно. Что там? Я тут еще не был давным-давно. Вернее, там был всего один раз. Испытание руин. Ну да, тут же ж нет, это ж не шахты. Ну да. Так я возле босса? Пятый уровень это босс? А я бросил на четвертом. Ого. А какой уровень? Нихренаж себе. А он крутой. Да нет, он не крутой. Он не крутой, нет. Спокойно. Зато я выбил ядом много. Смотри, сколько интересно. Все, выход сюда. А ящики есть? Да, там есть по монетке. Это руины, где мы по этажам с вами спускались. Я как-то плюнул на них. Потому что, потому что там все одно и то же было. Давайте хотя бы еще чуть-чуть походим, не знаю. Ломтик яблока вот выпал. Еще какая-то фигня. Мне больше нравится, когда 30 монеток выпадает. Скромненькая такая сумма. О, даже сундук дали. Ничего себе. Это за босса. Маленький кремниевый чип и монета претендента. А это что такое? Выход, а это куда? А, это дальше пошел. Ну, давайте попробуем. Все равно пока ждем, пока туалет Хаса и Таса будет достроен. Тут-то уровни невысокие этих всяких. Рыб. Ой. Индюка выпустил. Их много появляется. Несмотря на то, что уровень низкий. Ну. Скажу честно, боевая система не самая сильная сторона игры. Нет, она есть, эта боевая система. Ну, драться не очень весело. Подожди, еще кто-то? А, еще кто-то. Смотрите, сколько я Наруто перебил. Ну да, тут будет давать каждый раз по две монетки. Да. Вот, ткань углеродная. Прикиньте-ка, когда-то мне ее не хватало. Я ее заказал за сотню тысяч монет. Кстати, что это за автомат с торговыми? Вкусные шашлычки, если сварить. У меня 14 всего. Раз. Это чай принесет вам удачу. В бесконечных подземельях вы будете зарабатывать больше золота. Эта еда принесет вам удачу. В бесконечных подземельях вы будете находить больше материалов. Консервированный грибной суп с сыром. Ой, как вкусно, как замечательно. Так. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13. А у меня 14 монет. Забираем все. Как тут купить все? Не тут кнопки. Так, давай первое. Второе. А. Монета претендента. А, это я типа сейчас взял. Да, один раз я могу взять. Понятно. Каждый этаж проходить с каждым блюдом. Типа, да. Захожу сюда, и у меня здесь будет больше денег падать сейчас. Понятно. Ну да, реально. Смотри, сколько бабла. Хорошо. Деньги со всех сторон прут. Смотрите. Индюки. Да убей ты его. Хорош. Так, это тоже сюда. Это даже еда еще попадает иногда. Круто. Так, там нет сундуков. Все, я могу идти дальше. Спасибо. Давайте сундук. Давайте до 10 уровня. Дойду. Я так понимаю, здесь это вечное все. Результат S. Это чем быстрее ты пройдешь, тем лучше ты получишь всякие штучки, да? Дрючки. Давайте до 10. Дойдем, чтобы я уже точку поставил в этом вопросе. Так, тут я брал первое, да? Давайте теперь больше материалов посмотрим. Хорошо. Куда что-то так происходит, не знаю. Да, зубы падают всякие, растворить или какие-то еще что-то. Сейчас я за самых опасных убью. Это слизни. Которые могут отравить. Причем больно. Ты что меня стреляешь? Посмотрим, сколько выпадет материалов отсюда. Да не так уж и много, но есть. По крайней мере, они есть. Маленький двигатель. Давай быстрее. Нам надо получить класс С. Поставим микроскоп. Клапан. Круто. И здесь разобьем. Час 11, час 12. Так, выползаем. Результат А. Смертей 0. Время не очень, конечно. Не очень, поэтому мне дали не самый лучший вариант. Тут до минуты надо пробежать все. Ну так я тогда не соберу нифига. Что-то самое интересное. Так, вторую я копь покупал. Консервированный грибной суп, сыром различные препараты. Дает еще одну попытку. Какую попытку? Какую попытку? Хорош. Следующий. Ого, у вас тут сколько? Господа, у вас немного еще и рыбы напало. Что-то смотрим. Разберусь. Готово, иди сюда. Хорошо. Иди сюда. Что-то мы не вкладываемся. Он сейчас убьет тут. А я на босса тут запланировал сходить. Тут ТС, да. Полезные предметы. А что за попытку дает еще одну? Угнирует сталь. Вот, видите. Как ее напивать-то надо было. Это какой сейчас будет? Десятый этаж. У меня половины линии нет. Позможно, кто там будет. А, одинаковые даже боссы. Е-мое. Ладно. Пьем колу. Баловство это уменьшает общий счет. Что? Вкусные шашлычки. Ладно, давайте на шашлычки. Становится вкусно до помрачений. Полностью восстанавливаем все здоровье и энергию. Давай. Как раз полезная вещь. Тут вечно можно играть, потому что тебе здоровье восстанавливает. Ну, вы же понимаете, да? Ого. Все, с одного удара вообще. Тут у меня Крит, да? Сейчас я тут ящики пособираю. Потому что в них может быть что-то важное и ценно. Конечно, лучше выбегать с качеством S. Ну, угородистую стаю лучше иметь, чтобы она была. Потому что платить опять по 40 тысяч за то, чтобы ее нашли. Как-то большого желания нет. А тут ее иногда дают. Вот. Клинок дали. Да. Так я его делал. Интересно, там в конце, наверное, вообще какую-то мега вещь дадут. Нет, ну с моим, конечно, не сравнится. Но все равно интересно, да. Ладно. Да, углеродная сталь дает. Пожалуйста. Все, десятый уровень я прошел, да? Можно выходить. Да. И вот так мы с вами идем, 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 идем. В принципе, можно лечиться. Каждый раз. Это бесконечное, я думаю. Занятие. Ого, 12.00. Сейчас на маршрутку опоздаю. Вот и день прошел. Даже рыбалкой не занимался. И времени уходит там на каждый уровень по два часа, по-моему, да? Реальное время. Если вот так надо промотать дни, то можно либо заниматься рыбалкой, что, конечно, полезнее. Ты хотя бы деньги зарабатываешь, причем большие. Либо заниматься зачисткой уровня, ты там получишь... Ну, ничего там не получишь. Привет, попрошайчик. Я тебя сегодня не видел, поэтому... Вот твоим... А ты хочешь копченого мяса? О, копченое ему лучше заходит. Я тебя буду кормить копченым мясом. Или не буду. Так, 7 углеродистой стали. Это же... Это же праздник. Да, он добавился. Вернее, оно все добавилось. Так, рыба есть, цветы есть. Завтра у нас день от этого, собственно, солнцестояния. По квестам я все, по-моему, сделал. Можно отправляться спать. Печально, что боссы одинаковые. Может, там, конечно, дальше они на каждом пятом и десятом уровне. Ну, в нулевом смысле. Обновятся. Потом и будут какие-то другие противники. Но пока что очень, очень однообразненько построена эта схема. Опять ему нужна гусеница, прикиньте. А я в круглый стол, наверное, ночью не зайду, да? Или зайду. Где моя лошадь? А ну, поехали. Слышишь, а ты че ходишь? Дорода. Да, вот. А, он на лесную ферму идет. Понятно. Удачи. А ты не знаешь, круглый стол открыт? Мне гусеницу заказали. А он всегда открыт. Круто. Он открыт круглосуточно. Да, Джанго? Мне нужна твоя гусеница. Ну, в смысле, которая здесь продается. Так, давай. Просто сегодня 77% скидка. И мы можем купить ее за очень... А это что такое? А, это можно ее купить и не покупать молоко. Круто, да? По-моему, круто. Так, скидка огромнейшая. 184. Я думаю, он стоит взять 3. А их можно по одной так купить. Давайте сразу купим и уточку. Я чувствую, что... Это... Нас так просто не оставят. Когда второй появится, так и нас тоже забодают с этими игрушками. Все, что можно купить за деньги, я купил. За значки сами покупайте. Круглый стол можно купить, смотрите. Домом. Буду я сидеть и рыцарь. Так, игрушек накупил. Поэтому пусть заказывает. Завтра утром я его удивлю. Так. Куда поехал? Домой. Так, есть. Давай, я дайте игрушки куда-то, чтобы мы их потом нашли. Ну, одну держи. Завтра будешь дарить ее. Вот так. Вот успел купить по скидкам. Самая настоящая черная пятница, да? Все, спать. Спать, спать, спать. Опа. Я надеюсь, это не вылет игры. По-моему, вылет. Что я делал на улице? Нам принесли ребенка с голубыми бровями. Это как вообще? Это что это вообще? Это, наверное, девочка. Как ее назвать-то? А если это мальчик? Блин, наконец-то. Слушайте, у нас уже двое. Не зря игрушками запасться. Не зря. Ну, давайте, если эта девочка будет. Будет Скай. А если это мальчик, будет Скай. И так, и так. Небо, в принципе, на. Что так Скай, что так Скай. Я не знаю просто, кто у меня родился. Поэтому не назовешь его младший ребенок. Правильно? Поэтому пусть будет Скай. Ух ты. Пошли посмотрим. Меня вытащили с кровати. И подарили ребенку, у которого голубые брови. Привет, Скай. А что мы с тобой будем делать? А если у тебя сейчас волосы, то тоже голубые, что, наверное, будут. Попа. Так. Теперь мне надо вдвое больше молока. Детское молоко. Подожди. Что дальше? Ну, будем воспитывать тебя как родного. Не знаю, что там у тебя за родители. Так. С голубыми бровями. Это такие породистые какие-то. Так. Это наш старшенький. А представьте, был бы старшенький и младшенький. Хорошо, что имена есть. Можно добавить. Так. Плюс 30. Ну, Джей у нас уже просто любимец. А, я тут с вами не дойду. Понял. Так. 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 Кровать же ж есть. А, мне надо кровать прописать. Миша, он уже без прописки пока что. Подожди. Как это сделать? Hold. Sky. Подожди. А, уже прописан? Да, прописан. Так, а третье мы можем завести? Тут просто еще одно место есть. Вот тут вот. А, ты что, не надо? Так, подожди. Джей. Я теперь должен их целовать равномерно. Я все-таки сомневаюсь еще, кто у нас мальчик. А кто девочка? Может у нас два мальчика, может две девочки. Не знаю пока. Сложный вопрос. Осталось два часа. Да вы шутите. У меня тут дети начали рождаться. Как бешеные. Sky, ваш ребенок. Смотрите, они одинаковые. Не поймешь, что когда вырастет и все. Кстати, он скоро станет нашим другом. Гусеница зашла ему. Здорово, попрошайчик. Тут такое творится. Скоро будут чисто целый день всех гладить. Стоять. Уху. Так у него и волосы будут, наверное, голубые. Да? Ну ладно, посмотрим. Посмотрим. Это интересно. Да. Две недели прошло, оказывается, уже. Гражданский корпус. Здравствуй. 200 меха. Спасибо. Что-то вы быстро принесли как-то. Думал, будете дольше носить. Нет, принесли сразу. Молодцы. Спасибо, это нам пригодится, потому что этот мех постоянно куда-то нужен. А я не могу его постоянно пристроить. Где тот хас и таз, блин. Почему их дом до сих пор строится? Так, там праздник уже солнца. Это прекрасно. А ну, дайте я пойду. У меня задание, блин, сегодня. Гердийский квест надо взять и этого Шхиггенса поздравить. Так, что у нас есть? Во-первых, есть на 10 тысяч термоэлектрический генератор. Ну, неплохо. У меня как бы дружба, наверное, важнее. Водонапорный бак. 450 на 5000. 30 и водонепроницаемая лампа. Либо 19. Ладно, давай лучше генератор сделаем 10 тысяч. Все-таки на дороге не валяется. Я, правда, не знаю, что-то надо делать. И какие ресурсы нужны. Но вещь серьезная. Да, дайте мне сесть на мою лошадь. Спасибо. Спасибо. Кстати, сегодня можно дарить все и всем. Но мне нечего дарить. Топор разве что Хиггенс. Так, я что хотел? Генератор посмотреть. А, дайте мне посмотреть генератор. Это термоэлектрический. Печь. Это есть. Есть. Пять медных катушек. Нет. Печь надо сделать сначала. Сейчас надо сделать печь. Есть. Есть. Два стула. Два стула, пять катушек. Два стула. И пять катушек. Это здесь, да? А где они? А, здесь. Да, сколько угодно. Так, ждем, ждем, ждем. Стуле и катушки. Нужны появиться вместе. Но я еще подожду. Так, давай закажем сразу, чтобы печь сразу делалась. А сами пойдем на День яркого солнца. Хиггенс, мне тебе топор есть мой. Хочешь, подарю? Отличные новости. Что? Я больше не испытываю этих ужасных мукостей. Чрезвычайное смущение, когда нас видят вместе. Можешь гордиться. Отлично. Держи подарок. Отлично. Девятнадцать. Теперь придется на следующий праздник подарить тебе что-нибудь хорошее. Блин. Ну что, давайте я готов подарки собирать. Которые будут падать с дирижабли. У меня места есть же, да? Да, у меня места полно. Давай, День яркого солнца. Ну. О, летят. Ого. Я взял. Шесть рыбок. Это неплохо. Блин, еще ж не видно. Что-то, по-моему, жителей портии стало чересчур многого, мне кажется. Да что, пас. Точно нажимай. Иначе все пропустим сейчас. Замечательно. Лошадь, ты меня остановила. Я подарок не получил. Шесть рыбок взял. И все. Ё-моё. Зачем же тут подарки получать. О, шелковый шарф хоть взял. Бабушка какая-то, видать, уронила. У нас их две. Ну что, рыба и шелковый шарф. Удальдите. Спасибо. Одно другому не мешает. Ну. Еще что-нибудь схватим сегодня? Кошмар. Какие все бедные, голодные. Осторожно. В толпе это нереально. Тем более, ты все время на лошадь попадаешь свою. Кстати, хас и таз, между прочим, этим не занимаются. Ну что, я вообще нифига не взял. Жители портии как никогда проявили свою жадность. Ой, маленький двигатель еще взял. Ё-моё, дети, ну куда вы? Да дайте мне подарок взять. На ногах, ногами стоял на подарке. Все равно не дали. Какие же вы все-таки жадные. А я на вас работал столько времени. Да ё-моё, ну это нереально. Кошмар. Во психи. Ой, конец. Крепкое дерево, 15 штук взял. Вот это кто-то подарок подарил. Ой, еще и жареное мясо три. Что-то поперло мне в конце уже. Интересно, на кого упала моя стиральная машина? Самое интересное, что она не будет, наверное, работать после падения с этого. С такой высоты. Фу, дидыбок. Фух, успел универсальный нож. Отлично. Мэй, это мой был подарок. Ха-ха-ха. Ладно. Ну что, интересно, кто сбрасывает. Мэр там ходил внизу. Так, с кем я тут очень хотел подружиться? Филлис. Сейчас получишь букет цветов. А че не могу с ними разговаривать? А, ну да, если бы я с ними еще и разговаривал, я бы вообще ни одного подарка не взял. Просто одна кнопка. Так, держи. Плюс 20. Отлично. Кому еще? Сэм. И тебе, на. Филлис мой лучший друг. Вот и я тебе сразу подарю. О, теперь она лучшая подруга. Да. Добились этого. Мар, как дела? И сколько у меня теперь лучших подруг? А ну, расскажите, покажите. Сэм лучшая подруга. Филлис лучшая подруга. Понятно? Ну, круто. Теперь Альберта докачать до хорошего друга. Ну, в принципе, хороший друг. До лучших подруг тут долго качаться надо. Ладно, че стоим? Сколько можно ждать? А, это мы фотографию ждем. Давайте. С кем тут я сфотографируюсь? А, со всеми, как обычно. Хорошо. Ну все, я пошел. Хотя, куда мне идти? Мне-то идти никуда. Дел-то больше нет. А, мы же делали с вами печку. Нет, есть у меня дела. Где моя лошадь? Которая мне мешала собирать подарки, а теперь исчезла. А вот она. А, так подождите. Так, действительно. Пока все тут... Пока все тут стоят. Даже Софи пришла. Как долго нашла? А, у меня есть цветы еще? Я все уже раздарил, к сожалению. Но я могу купить три вот этих вот. Астерий. Я не знаю, можем бабушке подарить цветок такой. Давай одну. Спасибо. А, ну давайте бабуле подарим цветок. Не знаю, зайдет или не зайдет. Бабуля Софи. Иногда у меня болит спина. Ладно, бабуль, давайте подарю нормальный цветок. Плюс шесть. Нормально. Так, розочка. Я тебе хочу подарить большую рыбу со звездой. Поэтому сильно не спеши. Так, с кем я там еще должен был подружиться? С нашим ребенком. Да, я ей подарю очень большую рыбу. Сегодня. Сэм уже все. Филлис уже получила. Интересно, что будет, когда будет полностью? Ну, не любой же. Альберт. Хороший друг. Хороший друг. Хорошая, хорошая. Хороший друг. Гейлу. Соня. Ува. Гейлу надо этот подарить. Блин, золотой этот фигню. Цива. Доктор Сью. Хороший, хороший друг. Попрошайчику бы хорошую еду. А у меня, кстати, мясо есть, наверное. Элис. Сейчас, сейчас, сейчас. Ак. Марс. Арло. О, я сейчас этому топор сделаю, принесу. Точно, точно. Кэрол, подруга. Друг, друг, подруга, подруга. Элис, кстати, можно цветы подарить. И мы приблизимся. Элис, хочешь подарок, свой же цветок? Не ожидала? Не очень зашло, но все равно нормально. Так, Джинджер цветы не любит. Нора приблизилась. Подожди. У меня еще тут три астерии есть. Надо кому-то задарить. Элис, не дошли. Джанго. Давай Джанго попробуем подарить. Это он заказов практически не делает. И мы с ним не качаем отношения. Плюс 6. Так, сюрприз, сюрприз. Кто там еще от приятелей хочет оттолкнуться? Соня, хорошая подруга. Если перевалить, то ничего не изменится. Давай, хорошо, Соня подай. Где ты, Соня? Сюда. Привет. Хай, хай. На. Это мило, да, я знаю. Все, я ему раздарил эти цветы. Поехали. Нам надо сделать несколько важных вещей. Пока они все стоят, мы золотой женщине возьмем. Подарим мэру. Так, если бы вообще найти, быстро бы. Все было бы замечательно. Нужно и мечи какие-то подарить. Не столько всякого говна. Это что такое? Небольшой кинжал. Подожди, я коту обещал подарить большую рыбу со звездой. Сейчас мы ее найдем. Я уже пролистал ее раз десять, но не важно. Мы ее все равно найдем. Так, вот эту рыбу хотел им подарить. Это одна из его любимых рыб. Я думаю, он заценит. Так, козолотой женщине кто-то видел, нет? Видели. Так, есть. И топор Хиггинсу. А ну давай быстро заделаем. Бронзовый какой-то. Топор рыбака хотел сделать. Ого. Он дорогой, блин, топор рыбака. А то он так и обрадовался ему. Шесть комплектов модернизации на него ходит. И зачем я ему подарил его? Три комплекта модернизации. Тут хоть по одному. А то он такой радый был. Кирка рыбака тоже хорошо зашла. Ну а давайте простой сделаем. Посмотрим, обрадуется он этого, нет? А ну-ка. Действительно. Думаю, не сильно он этому обрадуется. Хотя нахрена мне эти комплекты модернизации? Вот скажите. Давайте сделаем нормальный... О, бронзовый топор. Дешевенький. Ну, он не дешевенький, а неплохой. Ну, не топор, конечно, рыбака, но все же. Блин, этот круче. Мощнее. Мы сразу друзьями станем. Шесть комплектов. А вдруг понадобится? Нет, давай, наверное, не будем разбрасываться ими. Давай вот это сделаем. Сейчас его заберу. Он так долго делается? Два часа. Да, он долго делается. Так. Жареное мясо. Интересно, собака будет это есть? Я думаю, она будет это есть. С большим-пребольшим удовольствием. Так. Молиста стоит одна. Вы еще тут? Они еще тут. Кота не видели? Видели. Здорово, розочка. Мяу-мяу, держи. У тебя сегодня большой праздничный день. Плюс 40. Интересно, мы с тобой стали лучшими из лучших друзьями, нет? Розочка, чуть-чуть осталось докачаться. Я тебя закормлю, твоя рыба. Она, правда, 700 монет стоит. Так. Мэр. Мэр, мэр. Иди сюда. Возьми свой золотой жиншень. Хорошо, отлично. Так, что еще хотел подарить? Собака, собака. Попрошайчик не пришел. София что-то дарил. А, где Хиггинс? Хиггинс где? Альберт Хиггинс. Возьми пока. А, отличная новость, я больше не испытываю. А, понятно, сегодня тебе ничего не подарю. Ладно, как раз топор сделается, потом подарю. Окей. Подожди. А, Альберт. О, уже Гейл обошел Альберта. Слушайте. Альберт хороший друг, но... Вкусы у него все те же, цветы, цветы. Сейчас я еще кое-что посмотрю. А, ну давай сделаем шкатулку. Галстук нужно. Чтобы сделать галстук... Его надо найти. Подождите, они у меня аж были, эти галстуки? Или купить надо? Я не знаю. Ладно. В принципе, можно сейчас попробовать. Тоби. Соня Антуан. Хей. Думаю, ты неплох. Можно даже сравниться с доктором Сио. Сань от меня. Хочешь шарфик шелковый? Сделанный шелк, такие шарфы нравятся женщинам порти. Я думаю, Антуан бы это заценил. Женщинам порти. Кому я еще не давил? Ладно, давай сфоткаемся. Чисто с корешами. Окей. Соня, я тебе дарил уже что-то сегодня. Да, я тебе сегодня уже дарил цветы. Кому я еще шарфик должен был подарить? Вам? Люси. У меня есть шарф. Шелковый, между прочим. Вы к нему равнодушны. Но все же слил шарфик. Так, тут тоже семейка хочет сфоткаться. Отлично. Где еще не был? Здесь был, здесь был. Вверху еще фотка. Да? За музеем. А, это она и есть, да? Нет, еще дальше есть. Здесь были. Здесь были. А где тут еще дальше фотка? А, здесь фотка есть. Ну, давай здесь фоткаемся. С братвой местной. Так, здесь сфоткались, здесь сфоткались. Здесь, где еще? Тут мы были. Тут сфоткались. Да, везде сфоткались, по-моему. Это что? Это разместить. Раз, два, три, четыре. Ну да, где можно было, там и сфоткались. Все, тогда задание. Пошли, доделаем. Терма, этот супер генератор, или как он там называется. А, вот она, я беру. Будет делаться ровно час. Создать термо, 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 термо. Электрический генератор. Не хватает точильного камня и шкив. А, это не то. Опять еще не то. Мог сделать другой совсем прибор. В принципе, он бы тоже пригодился. Так, 10 тысяч нам должны будет выплатить. Так, топоры, мясо. Собаку я не нашел свою. Она, наверное, либо в доме, либо где-то гуляется. Так и весна. Вот ей бы еще хотел дать мясо. Да, вот он. Привет. А, я тебя уже кормил сегодня. А, когда я тебя кормил? А, я тебя уже покорми. Ну ладно, не повезло тебе тогда. Хотел тебя эксклюзивом накормить. Ну, не получилось. Ну и ладно. Тогда сбрасываю все сюда. Сортировка. Окей, вся рыба ушла. Так, мне надо молока закупить. Детей-то много. Теперь вдвое больше молока будет расходоваться. Плюс мейсон. Три молока в день. Дайте мне молока. Дайте все. Ого. Это цены. Тысяча на молоко. Там, конечно, лучше бы купить... Вечный... Это что еще такое? Землетрясение. Как в порте могло случиться землетрясение. Мой ресторан. Я должен спасти свои рыцарские доспехи. Это землетрясение перемешало мою помаду. Что за дела? Ё-моё, что это такое? Новый снимок. Что? Что произошло? А что это... Это было реально землетрясение? А что-то рычало. Так кто-то рыч... Спит. А кто ж так храпит? Это этот турист храпит? Нет. Молиты? Нет. Ё-моё. А кто ж храпит-то? Вообще-то ничего не бывает. На первом визаже, что ли, кто-то? Это этот спит. Это нет. По-моему, не он. Братья храпят. Или кто храпит? Прикольно. А, вот кто, да? Так я разбудить не могу особо сильно. Можно сесть. Чей-то храп чуть не разрушил портию. Ё-моё. Как вы тут спите? В этом жутком доме. Я не пойму, кто-то-то храпит. Ну ладно, пошлятся. 22.30. Страшное место, конечно. Так, а что так внезапно заставка пошла? Сколько я тут бегал? До этого ни разу не было. Ладно, узнаем. Что стала причина? Что доспехи? Он кричал, доспехи, спасите мои доспехи. Мой учитель, верно, в Атаре. Хочешь маленький двигатель? Не знаю, что ему надо. Мясо я тебе дарить. Ладно, я не буду ничего дарить. Просто поговорю с ними. Папа постоянно рассказывает мне странные истории. Давайте хоть чуть-чуть поднимем. Рейтинг с теми, с кем я вообще не контакт. Джангл, ну так что это было? Ты выяснил, нет? Какой-то храп. Возможно, что-то наверху апартаментов. Возможно, нет. Ну, мне, возможно, завтра придется ремонтировать все это дело. Айзек, это не ты? Все здесь испортил. Нет. Он на ночи сидит здесь? Или мне так кажется, что он здесь? Да нет, все тихо, все нормально. Землетрясение было небольшим. Ладно, поехали. Отсюда. О, Мейсон, привет. Я чую этот уничий запах молока. На. Ага, то, что надо. Жизнь в пустыне может быть довольно одинокая. С таким образом жизнь начинает раздражаться пустякам. К счастью, на кухне в салоне работает Грейс. Она готовит вкуснейшее блюдо в высокой кухне, которое мне доводилось пробовать. От одной мысли об этом у меня слюнки текут. Квайс, давай мне уже. Уже землетрясение, скоро... О, Макдональд. Привет. Скотинка отлично растет в этом году. Если делать дальше будет так хорошо, я подумаю, не расширить ли мне мою фермерскую империю. Хочешь молока? Но молоко он не любит. Хочешь... Чего-нибудь у тебя такого? На вот это. Устрейся. Рыбный суп будешь? Плюс два. Нормально. Турист. Привет, Тоди. На днях мы с Циви состязались в ловле рыбы. На тебе рыбу. Я тебе как коту даю. Плюс два. Дашь Циви. Так, ну все, я пошел спать. Сейчас мех только выложим. Все. А может это Логан решил взорвать нашу портию? Земля начала трястись. Это явно не к добру. Так. Я сегодня с женой еще не общался вообще. Привет. Наконец-то расставил снег. Наши курочки и все такое. Так, я спать. Заодно посмотрю, как там... О, Скай бродит. С голубыми глазами. Нет, я тебя кормить... Перекармливать, конечно же, не буду. Дай я тебя поглажу. Все глажут, тебя нет. Интересно, что же у тебя получится, как ты вырастешь? Голубые волосы. Ну, тут-то понятно. Джей, волосы мои. Глаза Эмили. По частям нас разобрали. Ладно. Смотрим. Что сейчас должно произойти? Что-то должно произойти обязательно. 270 опыта. Но я знаю одно, что они сейчас вдвоем будут что, между кроватями находиться, да? Нет, один спрыгнул. Так, теперь кормить надо вас. Обязательно. Так, успокойся. Не нервничай. Отец нервничает. Так, держи еще один. Отлично. Отец нервничает жизнь. Дороговыми, так с тобой хорошо. Ладно. Привет, розочка. Держи подарок. Скоро мы с розочкой достигнем максимум. Вот это, наверное, ничего не даст. Даже писем сегодня нет. Ну, чудесно просто. Дом не достраивается. Писем нет. Ладно. Сейчас я только термогенератор сдам. Сегодня суббота. Делать нечего. Пойду, наверное, как я и говорил, на рыбалку. Раз такое делаю, сейчас собак кто-то покажу. Так, термогенератор кому? Антуана. Здорово. Смотри, я красивее с каждым ним. Держи. Десять тысяч мне дал. Спасибо. Сива здесь стоит, Арла стоит. Чего тебе надо? Так, пока. Ты мне вообще рецепты не даешь. Чего я с тобой должен общаться? Ну, все. Так, господа. И там у меня топор. Должен был подоспеть тоже. Поэтому берем топор. И погнали, погнали, погнали. С топором я иду к Хиггинцу. Пусть боится. Так, привет всем. Всем здрасте. Какие цены у нас сегодня? Цены 95. Мне это надо забрать в любом случае. Там никто у нас сегодня не родился? Мэр сегодня родился. Золотой женщин. Мэр. Ё-моё. Как же можно пропустить твой день рождения? Куда он пошел? Не поздравить мэра этот? Это жестоко. Где он тут у нас? Он, кстати, не дешевый. Чтобы вот так его раздаривать. Но мэру стоит, конечно, подарить. А вечеринка, интересно, будет у мэра? Мэр. Куда он пошел? Кто-то видел мэра? Я его вижу на мини-карте. Блин, он все идет по мосту. Осматривает достопримечательности. Здравствуйте. Надеюсь, под моим руководством портки будет процветать. Да. С днем рождения. Плюс 46. Ну, хоть у мэра я знаю. Какой любимый подарок? Руссо встречаетесь, что ли? Да, это раплюсь. Надо купить еды для миссис Джинджер. До свидания. До свидания. Так, что мне теперь делать? Пошли отличия, что ли, найдем? 9,48. А, топор еще хотел подарить. Сейчас топор еще подарю. Так, прекрасное отличие. Тут выпуклость я вижу. Ну, ладно. Давай. Так. Раз. Где-то еще что-то где-то отвисает или отпадает. Найти это будет, наверное, нелегко. Да, вот. Выпирает немножко деревяшечка. Обалдеть. Случайно увидел. Так, робот. Ну, тут грязь или это не грязь? Заклепку вижу. Давай. Сколько? Два отличия. Все это нам все. Заклепка это раз. Ну, опять же, какая-то выпуклость где-нибудь может быть. Или еще что-нибудь может где-то выпирать там. Сложно сказать. Что именно? Практически невозможно. Я не найду. Я в этом уверен. Ну, пятна, пятна. Тут выгнутость. Пятна, пятна. Все идеально. Ноги, руки. А, большое плечо. Ну, да. Я же говорю, где-то что-то немножко увеличено. Так, топор. Ручка. Лезвие чуть-чуть, по-моему. Выпирает. Или нет? Да. Раз. Крестик. Царапинка. Маленькая. Ручка. Ручка. Три. И что-то еще. Тфас, профиль. Все нормально. Вот, выпирает. Ну, топор проще, конечно, там смотреть со всех сторон. Это не проблема. Так, я уже две нашел. Ну, поехали. Угу. Три. Что-то с бантиком, да, не то? Или то? Нет, с бантиком все то. Вот, зараза. Что тут искать-то? Выжу... А, вот. Ямочка. Ямочка. Шикарно. Мы это сделали. Так, Поля, ты что тут делаешь? Ладно, не мое дело, да? Ну что, давайте тогда встретимся с вами в конце дня. Я просто не знаю, чем... А, подождите, я Хиггинсу еще топор подарю. И пойду, наверное, на рыбалку. Потому что у нас тут ничего не происходит. Дом Хаса и Таса будет строиться годами. Мне кажется, стоит подружиться с Хиггинсом побыстрее. Хиггинс. Хиггинс? Ты бываешь не в мастерской? Что, серьезно? А где ж ты тогда? Бомшминт. Так, дайте, я тебе это куплю, вот это. Пока можно это сделать. Неболее со скидками. Да, привет, привет. Рад вас видеть всех. Безусловно. До свидания. А, вот он, я же говорю. Слушайте, а чем меня никто не пригласил на заседание? Привет. Весна хорошее время для заказов. На самом деле, любое время года хорошо для заказов. Но весной погода лучше. Это добавляет весне превосходство. Понятно. У меня для тебя топор есть. Не зашел бронзовый топор? Хм. Хм. Зря потратил. Слушай, а когда мы уже друзьями станем? Я уже забодался. Те подарки дарить, приятель. Так, Хиггинс. Сколько ж вас тут развелось? Три еще. Блин, этого надо, его ввести. Опять в кафе. Завтра занят? Нет. Дарить нельзя. А я в игру нельзя. Ну, подарок я уже подарил. Правда. Ладно. Все. Друзья, пауза. Встретимся в конце дня. Я поехал ловить рыбу. Квестов никаких нет. Ничего не происходит. Поеду на рыбалку. Увидимся, когда звезды появятся на небосходе. Так, ну что. Сегодня рыбалка была невероятно удачной. И причина в том, что я поймал три королевских рыбы. Ну и пару десятков обычной. Тоже дорогой. Так, сейчас я покажу эту рыбу. Вот, смотрите. Было у нас два королевских золотых лосося. И одна королевская рыба-гладиатор. Ну и плюс пару десятков вот таких рыб. То есть, где-то тысячи двадцать-тридцать за вечер. За полдня даже. Есть... Ой, я забыл детей покормить. Эх, все, закончилась моя свободная жизнь. Интересно, они ж не вырастут, да? Я так понимаю, как и в Стар Дювели. Скорее всего. То есть, их всю жизнь кормить, да, получается? Вечно. Ну, посмотрим. Посмотрим. Так, привет, розочка. У меня тут есть для тебя рыба. Такая... Ну, давайте я со звездой дам. Плюс шесть. За полдня можно наловить тысяч тридцать, если повезет. А за целый день, я думаю, тысяч пятьдесят. Если вот сейчас я вот с утра пошел на рыбалку. И до упора. И можно вот заработать тысяч пятьдесят. Я думаю, это чисто на рыбе. Вот вам и бизнес. Так, это я сбросил. Вот эта рыба мне только не попалась никуда. А давай сюда. Ждем теперь хороших цен. И купим полпортии, наверное, сразу, как только продадим. А чего она не добавилась? А, потому что я не нажал сортировку. Ну, естественно. Все, у меня квеста уже опять же нет. А, там было это, письмецо. Надеюсь, что-то уже продвинемся. Дом Хаса, вернее, не дома, а Бриниту взял. Теперь за мной будут снежинки бегать. Домой идем. Попрошайчик, не убегай. Я тебе их сделаю. Так, возьми эту мясу. Эмили. Все в порядке. Си ю. Здоров, Сэм. Некогда мне. А у меня Хиггинс на очереди. Глядясь назад, я вспомнил, как раньше. Ладно, реально, никогда. Подожди, хотя ты у меня уже лучшая подруга. Там осталось-то совсем чуть-чуть прокачать. Ну, лучше, наверное, Филлис. Филлис, мне интересно, довезти там максимального количества сердец. Или звезд. Так, это абрикос от Альберта. Ничего себе. Здравствуй, Шэд. Мы с Гастом планируем показать новый дом. О, Хаса и Таса. Завтра в 15.00. Поскольку вы с Хиггинсом так много над ним работали, мы решили, что вы должны присутствовать. Ждем вас на открытии. На торговой гильдии, это понятно. Так, это, конечно, хорошо. Завтра в 15.00. Календари у меня отсутствуют, да? Напоминание надо поставить. Завтра это в понедельник, да? Хорошо. Хастас. Во сколько? В 14.00. Чтобы успеть, давай. Напоминание. Хастас. Не то немного. Вот так. Достаточно. Завтра в 14.00. А сегодня давайте поедем хотя бы посмотрим, что там. Довольно-таки интересно. Так, Хиггинс. Я тебе подарю сейчас одну фигню. Сэм продолжает напрашиваться на свидание. Я ему хочу вот этот вот топорик подарить. Раз он модный не взял, пусть берет теперь простой. Так, сегодня у нас опять же воскресенье. Завтра будет дом открыт. Давай сначала к Хиггинсу. А, вот он. Привет. Церковь идет. Ну, хорошо. Возможно, сегодня так плохо. Но если тебя не затрудни, держись чуть подальше. От меня ты портишь мой стиль. Да ты что? Я тебе подарки каждый день дарю. Что-то как-то не зашли вот эти топоры. Зашли только другие. Более дорогие. Так я офигею, чтобы я тебе покупал их. Каждый день. Войдешься. 92%. Мне для этого нужны как минимум вот эти штуки. Подожди, Хиггинс. А тебя нельзя завтра позвать, пожрать чего-нибудь? Хиггинс. Нет, нельзя. Видимо, есть количество... Тусовок. Которые нельзя превышать. Понятно? Ну, ладно. Как скажете. Давайте найдем отличия. Просто делать больше нечего. Есть. Смотрим, что это у нас за фонарики. Фонарики вообще впервые, по-моему. Один изогнут. Лампа толстая. Вижу два. Так. Фонарики изогнут. Вот толстая лампа, да? Нет, лампа нормальная. Два изогнутых. Шарик. Он такой есть ненормальный, смотрите. Нет, ну с лампой что-то не то. Черная, да? Да, пятнышко черное на лампе. Это обалдеть. Черное пятнышко. Ладно. Что еще? Мне кажется, этот шарик какой-то вот. Тут он какой-то ненормальный, нет? Я бы на шарик подумал, но... Шариком все окей. Да чтоб тебя... Да чтоб тебя... Да чтоб тебя, как тебя найти-то? Я не знаю, хоть сюда ударить. Можно я ударю? Нет, там ничего нет. Но мне шарик не нравится. Я не знаю, кто его выпилил. А, вот. Вот. Болтиков не хватало, оказывается. Да. За это получили 4 звезды. И то там это было видно только когда выкручиваешь. Всего 2 изъяна. Первый. Я думаю, какое-то грязное что-то должно быть. Блин, ну хорошо прятать научились-то, да? А, вот нашел. Выпуклость легкая. Это еще что? Вообще такого не было никогда. Но тут можно... Ну ладно, два я уже нашел. Но тут можно все равно. А, вот полоски нет. Да легко, даже не крутил. Обалденно. Так, столик тут немного-то ось. Тут надо пересчитать, наверное, их будет, да? Точное количество и посчитать, сколько здесь. Вы что, шутите? И где тут... Где тут недочеты? Кнопки? Ну это я вижу. Обалденно. С ума сойти. Искал не ту. Но перед этим нашел еще одну. Бывает. Ладно. Это я уже сделал. Это я уже нашел. Пошли, наверное, посмотрим, что там Хастас построил. Или давайте, наверное, это сделаем когда. Просто они могут и сегодня открыться, мне кажется. Вполне могут. Так, давайте Филлис накормим завтра чем-нибудь. Хочу прокачать до 10 сердец. То я уже вижу, что после Хастаса и Таса, я думаю, Мейса начнет шевелиться. И сдаст нам последний квест. И все тогда. Часа, Филлис, быстро. Только не в 2 часа куда-то, наверное, надо будет. Либо на утро. Филлис? Где у вас тут медсестра? Доктор. Да, хожу я на поиски приключений. Но медсестра где ваша? Или в дверях зависла, как это обычно бывает. Ой! Я карту не посмотрел. Быстро. Пока квесты есть. Ё-моё. Медсестра подождет. Давай. Вот это да. Может, это что-то с чем-то связано? Подожди. Это же... Это кто это вверху? В церковной лавке кто-то. А это Макдональд, по-моему, да? Ну, давай к Макдональду. Что-то расслабился. Нет, это не Макдональд. Это церковь. Подожди. Что-то я запутался. Нет, один Макдональд, это точно. Опрос мнения. Про бургеры, наверное, хочешь, да? Чтобы я расспросил. Ну-ну. Титул мистера... Ладно, не надо тут хвастаться. Опрос мнения. Мой друг, мне сейчас и правда нужна твоя помощь. Я теряю клиентов и не знаю почему. Что случилось? Надо узнать, что люди думают о моих бургерах. Но боюсь, что лицо они правду мне не скажут. Поэтому помоги мне, пожалуйста. Конечно. Буду очень благодарен. Кстати, не забыть спросить Джанго. Я точно знаю, что эта девушка Соня купила ему один бургер. Ладно. Джанго, Марс, Соня, Марта. Это самые важные люди. Ладно, я побежал еще в церковь. Подожди. Тут внезапно квестов навалили. А я уже думал идти на пять рыбу ловить. Кто тут со мной хочет поговорить? Марс. Я думаю, бургер вкусный. Но опять же, я не слишком привередлив. Мне бы побольше мяса и овощей. И от цены бы избавиться. Она, конечно, уго-го. Вот, блин. По-моему, у него был квест. И он, по-моему, исчез. Да, квеста уже нет. Он превратился в вопросник. А, нет, есть, 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 есть. Привет, Шая. Хочешь со мной заглянуть местным ламам? Просто, чтобы убедиться, что с ними все хорошо. Мне бы пригодилась дружеская компания. Поговорим, поболтаем. Конечно, хочу. Отлично. Снег тает, тает вокруг. А что за местные ламы? Куда идти? Сейчас прям? Отлично. Я готов. Я готов прям сейчас. Нора. Это те самые ламы, которых я убивал, да? Упс. Так, поехали. Поехали. А может, опрос сначала проведем? В принципе, одно другому не мешает. Как там, уцелело? По-моему, да. Так. А где мы? Вот тут два человека еще. Хотя мне надо три. А, Джанка в этом сидит. Ну, давай сюда. Ладно, поехали к ламам. Опросить-то мы всегда успеем. Но к ламам могут нагнуться. И загнуться, и закрыться. Надеюсь, они не расскажут, что я убил недавно. Сто штук. Кажется, с ними все в порядке. Как мило это, после того, что я с ними делал недавно. Да, в полном. Я просто позвала тебя сюда, чтобы спросить совета. О чем? Арло. Он сказал, что хочет встречаться со мной. Мне нравится Арло, правда, но я не уверена, что хочу иметь с ним романтические отношения. Я просто не могу представить, каким с ним будет мое будущее. Что, если он присоединится к летающим свинкам? Я не хочу, чтобы ему приходилось выбирать между ними и мной. Но его мечты уничтожать тоже не хочется. Шет, как ты думаешь, что я должна сделать? Арло отличный парень. Раз, честно, я думаю, что у вас Арло очень разные. В порте есть и другие люди, которые могут делать тебя счастливой. Но, Ред, это твоя жизнь, никто не может тебе указывать, кого ты должна любить. О, нет, я не говорил тебе, но я люблю Арло. Что за бред вообще? Арло отличный парень. Ты прав. Я не должна подобным мыслям препятствовать счастью, которое могу иметь прямо сейчас. С этим парнем будет весело. Тревоги Норы. Все? Садись, подвезу. Бросила церковную службу и сразу же пошла решать личный вопрос. Личный, вернее. Так, Марта. Сегодня у нас 92%. Ядерно-острый бургер Макдональда? Думаю, у меня дома это лучше получается. Хлеб слишком жесткий. Может, пора открыть свой бургерный бизнес? Ха-ха. Вот так вот. Заплевали. О, она теперь моя подруга. Мой магазин, моя гордость. Кроме, конечно, Тоби. То есть, он не гордость, да? Так, и Джанго. Подожди, кто же еще остался? Соня? А где Соня? А, Соня же была вверху. Или не была? А, они оба тут. Все понятно. Джанго. Как обычно, начинается. Портальные двери. Скрытый мир, который находится внутри дверей. Джанго. О, да, я пробовал этот бургер. Вкус так себе. Сплошная трата ингредиентов. А можно ли как-то его улучшить? Сколько людей, столько и вкусов. Я бы сказал, что это даже труднее, чем владеть мечом. Макдональд может прийти в мой ресторан и немного поучиться. Хорошо. Так, сейчас еще Соню опросим. Здесь она, конечно, в дверь не будет ломиться. Думаю, что в ядерно-остром бургере пытались смешать мясо и овощи с чили. Сочетание вкусов нужно было точно выверить, но соус оказался слишком сладким. Мне не понравилось. Я бы посетовал блюдо с фруктами. Они отлично пойдут к весеннему настроению. Ладно. Бедный, бедный Макдональд. Я ему открывал-открывал лавку, а и так все вышло. Пойду ему скажу. Здравствуй, ну что думают люди? Как насчет Марты? Марта, соус был слишком сладкий, хлеб был недостаточно мягок. Бургер был слишком мал. Подожди, я должен был все запомнить? Хлеб был недостаточно мягкий. Так и знал, очень на нее похоже. Я много раз съел ее хлеб, он слишком мягкий. Что сказал Марс? Соус был слишком сладкий. Я сделал соус слаще, чтобы смягчить остроту. Думаю, немного перестарался. Как насчет Джанган? Сказал, что трудно сделать хороший бургер, а ты просто тратишь ингредиенты. Если хочешь учиться у него, то можешь приходить в любое время. Ха, никогда. Наверное, он собирается украсть мой рецепт. Значит, вот что они считают. Я не убежден, пойду поспрашиваю сам. Спасибо за помощь. Да, пожалуйста. В общем, не угадал я один раз. Ну и ладно. Так, поехали, посмотрим дом. Вдруг они уже... Ну, хотя уже 4 часа. Немного... Немного не успел я. Немного-немного не успел. Ну и ладно, давай все равно посмотрим. Давай все равно посмотрим. Тут на что-то интересное. Завтра в три он открывается. Нет, закрыто. Все нормально. Да нет, я могу войти. Да, домик, конечно, так, я вам скажу. Нет, ну лучше, конечно, чем руина. Ну и можно было и поменьше построить. Реально выглядит, как какой-то хлев. Или что-то еще. Ладно, поехали обратно. У нас такое дело. Вот они ходят. Дом еще, то есть, не открыт, да, получается? Ладно, мой ангел будет командовать мной. Так, ну окей. Поехали. Сейчас сюда. Есть одно дело еще. Филлис, завтра я тебя буду кормить. Ты где? А вот она. Так, нам надо сделать 10 сердец. Это звук, этот ужасный звук. Кошмар, кошмар. Кстати, звук. Звук слышу только я. Джанго. И Филлис? Игра. Моя мастерская. Центральная площадь. Моя мастерская. Ну давай. Завтра не могу в это время. Давай в это время. Не, давай позже. Давай позже. Чисто, чтобы поесть. А че, никто больше другой не слышит этот звук? Почему мы услышим только мы? Там воскресное сборище. Я прям решил, что это землетрясение. Уже собирался бить тревогу. И что это такое? Мой сын Гастис. В итоге получилось. Здорово. С тобой уже общались сегодня. С тобой общаюсь чаще, чем с Эмили. Да и все равно. Хорошо. Кто-то еще скажет мне про землетрясение, нет? Нет, всем все равно. Никто сильно не переживает по этому поводу. Кроме меня. Нет, он кто-то еще должен был слышать. Подожди, мы с тобой уже общались. Альберт, ты слышал про землетрясение? Да, Соня, отстань. Нет, никто ничего не слышал. Может, Тоби? То есть, слышали три человека все. Я не могу с Тоби поговорить. Так, тут ничего ценного, ничего важного. Может, Джанго? А, с Джанго уже общался. Дуля тоже мне ничего не расскажет. Вообще, ничего нового. Ну, ладно. Интересно. Внезапное землетрясение. Так, а кто-то на площади? Филлис булку покупает. Руссо, что ты делаешь? Неужели только три человека увидели? Поуль? Ну, да. Те, кто, наверное, был тогда в эпицентре, не знаю. Так, цветы я покупал сегодня, нет? Уже не куплю. В любом случае. Так, народ пошел по домам. О, Минта, ты слышал? Ты что-то бомжуешь иногда. Сэм, а ты? С тобой уже общался. Ладно, пошли спать. Завтра у нас будет большой-пребольшой день. Цены постепенно растут. Скоро мы купим все, что можно купить. Потому что там реально очень много денег. В рыбе у нас вложено. Давай сюда сортировка. Мне сортировать все. А здесь я хотел выложить этот мех. На самом деле уже и фабрика не работает, потому что... Сейчас мех выложу. Так, фабрика, ты ж не работаешь, да? Нет, кожа производится. Зачем-то. Давай, наверное, титановых плит еще наделаем, пока можно. Это будет 150. Вот так. 145. Пусть делается. Так, все. Пойду, наверное, раньше спать. Раньше лягу, раньше встану. А то презентацию пропустим. Хас от ас. Так, детей кормил? По-моему, да, давай. Быстро падаем спать. Блин. Так хочется убежать. А, таких нет обоих. Ё-моё. Теперь уже двое исчезли. Смотрите, двойной побег. Ну-ну. Теперь мы будем двоим подбегать. Так, держи. Это не то молоко. А где детское молоко? А вот оно. Подожди, нет. Спасибо. Вот так надо давать. Через кормить. Хорошо. Кошака не видели? О, Скай уже ходит. Слышите? Скай быстрей. Начинает. Развиваться, по-моему. Хотя, может, и так же. Так, письмо имеется. Ну, это, по-моему, инспекция, да? Да. Да. Тут ничего нового. Ну, надо закрыть просто тему с Хасом Тасом. Потом будем ждать новостей от пенсионера нашего. Молока любителя. Так, сегодня, наконец-то, можно будет квест взять хоть какой-то. Давай. Только главное не пропустить теперь. 14.00. И обратить внимание на то, когда будет колокольчик звенеть. Еще сидим с свиданкой. О, здорово, Хиггинс. Как поживаешь? Полагаю, не так уж и плохо. Ты рядом. Наша соперничество помогает мне оставаться в тонусе. Ладно. Судача. Отойди от моих поручений. Кто там закрыл ты мне? Плюс 33. На 5000. Три деревянных основа моста. Так. Кэрол. Две настольные лампы. 19. Он уже забрал. Ну, естественно. Один подиум. 40.00. О, я бы его не взял то. Я вот это возьму. 41.00. Либо Руссо. Либо, 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 либо. Марта. Ну, Кэрол маловато. Руссо Марта. Кого лучше? Ну, давай посмотрим. Руссо Марта. Руссо Марта. Руссо Марта. Ну, Кэрол может стать... Она уже подруга, в принципе. Марта. Наверное, Марта. Руссо приятель. Даже до друга еще не дотянули. Хотя она подруга. А что нам даст? Подожди. Руссо, наверное, лучше до друга дотащить. Подруга. Опять сердец. Что дает нам пять сердец? Друг. Ничего не дает. Как был друг, так и будет подруга. Ну, давай Руссо тогда попробуем. Плюс тридцать, конечно, такое себе. Но все же. Все же продвинемся, я думаю. Так, Хиггинс. Ладно. Жди. Я, наверное, сделаю все-таки дорогой топор. Пойду куплю сейчас ингредиенты. Пора уже, блин, до дружбы докачиваться. Сколько еще будут бегать, блин, с тобой. Вот эти, да, ингредиенты мне нужны. 107, блин, дождался. Две тысячи. Ну, ладно. Зато его топорами забросаю просто. Так, поехали. О! Марс татуэтку льва увидел. А что ты делаешь у меня дома, Марс? Подожди, татуэтка льва. Это ж... Это ж вот она. Это ж вот она. Как он ее увидел? Подзорную трубу у меня аж нет другой татуэтки льва. Ну, ладно. Давайте топор. Сначала закажем, который дорогой. Топор рыбака. Сейчас я это выброшу. Сколько на тебя тратить-то приходится-то? 2 часа 10 минут. Так, и что-то еще по квесту, что надо было сделать. По квесту, по квесту, кожаный пояс 2. Тут, по-моему, забрать только надо. Нет? Это тоже делается? Да, 40 минут. Ладно. Еще задания сегодня будут? Нет. Макдональд стоит на своем ранчо. Тут никаких пятен нет. Доктор Сью что-то хочет. Поехали к доктору Сью. Мне уже не терпится, конечно, на Хаса посмотреть. И Таса. Так. Доктор Сью, ты где? Доктор Сью. А вот он. Что тебе надо? Рагу с мяса? А, я могу это сделать, кстати. Даже через Ака. Если, конечно, я его найду. Так. А вот и Марс. Точно ходил по моему участку. Те, кто его пускал-то, интересно. Блин, а где мой робот? Как это он так нужен? А? А? В музее, наверное. Да, в музее. Но где ему еще быть? Сейчас заодно и рагу сделаем. Так. Топор рыбака 54 минуты. Это можно забрать. Забираем. Сдаем сейчас. Получаем 30. От Руссо. Знаем бы, где он еще находится. Где-то на площади. Так. И через 2 часа уже надо лететь туда. Руссо. Так. Держи. Пойдет. Друзьями мы не стали, к сожалению. Но это не страшно. Орло. Нет. Ремингтон. Не надо Орлоу повидать. Орла не видели? Поговорить с ним надо. Ак. И сюда. Есть дело. Нет. Не подарок. У меня такое, что другое сделать. А, я тебя еще не нанял. Отлично. 1080. Пожалуйста. По-моему, цена растет. Готовить. Мне нужен королевский кокосовый, жареная индейка, копченый спагетти, острый. Вот это, рагу с мясом и грибами, да, по-моему. Получили. А где он соль взял, интересно? Последний мой израсходовал. Мне там одна лежала, конечно, но вряд ли он до нее дотянулся. Так, кто там что хотел? Софи чего-то хочет. А этот уже не хочет, да, получается? А, нет, хочет. Хочет. Нет, подожди, это Филлис уже что-то хочет. Блин. Не успел. Ладно, Филлис, что надо? Уже перехотел, дубок, да? Или, подожди, кто меня спрашивал? Доктор Сью спрашивал. А, не Филлис, подожди. Доктор Сью еще не дошел. Только тут, только что проходил. Вот попробуй только мне сейчас не взять эту рагу. Я тебе впихну силой. Доктор Сью? Да, все-таки это он, не Филлис, нет. Так, хорошо, да. Окей, есть у меня, нет? Есть, держи. Отлично. Хоть кому-то угодил. Вот, правда, интересно, почему все говорят, что я встречаюсь с доктором Сью. Откуда ж я знаю? Не до этого мне сейчас. У меня открытие дома. Да что, самое интересное, бабуля хочет? Ну, пошли у нее поспрашиваем. Еще время есть. Бабуля? Че надо? Ведро? Сейчас? Припекло, бабуль? Сейчас будет. Сейчас привезем. Ну, давай. Ведро, у меня еще час есть. Подожди, ведро, ведро, ведро. Ведро, а где вы... Как его делать вообще? Что такое ведро? Нет, я знаю, что такое. Вот это, что ли? Готово. Поехали быстро к бабуле. Бабуле срочно понадобилось ведро. Сейчас сделаем, бабуль. Терпи. Только не в двери, бабуля. Спасибо, успел. Держи. Плюс 16. Отлично. Она для лица его, видите? Ей плохо просто стал. Так, ну, а мы поехали к Хасу и Тасу. Как раз 20 минут дорога. Нет, не сюда. Сюда. 56 минут дорога. Слышите, еще чуть-чуть бы, я опоздал. Почти час ехать. Хас, Тас. Открытие. Ну, я здесь. Так вы же сказали, в 3 часа приходить. Че, ничего нет? Ну, еще, конечно, полчаса. Не знаю, может быть, я рано, конечно. Ну, если что, я на месте. Ну, отлично. Опа. Сказал Альберт. Это лучше, чем жить на улице, верно? Ну да, теперь вы живете в туалете. Хас, мальчик мой, женина это. Мы миллионеры. Нам больше не придется мыться в фонтане. Кажется, мне что-то попало в оба глаза. Они плачут. Хиггинс, Шетт, Альберт, Гаст, вы лучшие. Вы, ребята, что надо. Мы будем дорожить этим местом каждый день и каждую ночь. Ну, вам есть за что благодарить. Практически все в вашем доме сделано двумя лучшими мастерами портии. Пойдем посмотрим, пойдем посмотрим. Я уже посмотрел, там смотреть не на что. Что ж, мы сделали свою работу. Это точно. Хиггинс, ты сказал, двумя лучшими? Кем? Ну да, я просто сказал, что мы два лучших мастера гильдии портии. Ну, мы ведь состоим в торговой гильдии. Да здравствует гильдия. Ничего удивительного, что нас называют мастерами гильдии. Впервые слышу такое. Ну, это точно распространенный термин. До свидания. До свидания. Подождите, топор подарю. Конечно, строительство было успешным. Вовремя, в рамках бюджета и качественно. Все, конечно же, благодаря тебе. О, и тебе, наверное, тоже. Спасибо. Так, я тебе подарок принес вообще-то. Топор. Который ты любишь. Отлично, отлично, отлично. Когда мы же друзьями станем, а? Я уже задолбался тебе подарки дарить каждый день. Так. Так, 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 так. Хиггинс. Ё-моё. Да тут сто лет можно еще его качать. Надо, короче... А когда? В следующем месяце, да, его можно пригласить? Будет опять на тусовку. Ну, да, наверное. Но это жесть какая-то. Если я буду каждый раз покупать и дарить тебе по топору... Ладно, не буду доставить. Давай вот это. Что, нельзя? Давай, на. Это вообще реально выиграть? Просто сейчас начну три раза будет камень. Ну, давай третий раз вот сюда. Я победил. Меня одурачили. Плюс два. Ну, хоть чуть-чуть прокачали. Ну, это, конечно, долго. Ладно, Хиггинс. Ты как хочешь, а у меня маршрутка здесь работает. Так, поехали сюда. 55 минут. У меня еще сегодня свиданка с Филлис. Там тоже пытаюсь прокачать до 10 сердец. Ладно. Ладно. Ну что, остался у нас этот... Странный... Немолодой пенсионер. Ой. А что это такое? А, это же свиданка. А что, уже? О, подожди, а где она? Подожди. А во сколько она у меня? Ну, не свиданка? А, в 6 вечера. Спокойно. Время еще есть. Филлис, видимо, только идет, да? Филлис. А что я не вижу на... А, она не идет. Она явно хочет успеть на свидание. Смотрите. Смотрите. Как она спешит? Чуть не сбила ДМНТР 2000. Или как он там называется. Да, Филлис стремилась попасть на свиданку. Ну, привет. А, у меня цветов нет. Извини, сейчас пойду куплю. Ладно, давай, поехали. А как начать? Ладно, еще вообще-то полчаса у меня. Так что не надо меня подгонять. Мы все успеем. Давай. Отлично. Отлично. Я все успел. Так, с коня надо встать. Ну, пошли. Ну, это не свиданка, конечно, что жнатый человек. Дружеская прогулка. Просто надо 10 сердец сделать. Давай. У тебя есть предложение? Я пойду вместе с тобой. Предложение-то есть. Я просто не помню, что, как, чтобы нормально прокачать. Ну, попробуем давай пожрать сначала. Ну, покушать, ладно. Отобедать, отужинать. Мастер Джанго, после того, как вы помогли мне с рецептом, я добавил к соусу кунжута и сделал его не таким сладким. Получилось очень вкусно. Я также придумываю новый бургер. Да, люди действительно капризны. Только новый вкус может произвести фурор. Удачи и процветания. Как дела? Каждый заслуживает иметь дом. Этот предмет первой необходимости для самореализации, а предмет второй необходимости — это мапу в что-то тофу там. Джанго теперь мой учитель. И он настоящий мастер своего дела. Я мыслил слишком узко. Надеюсь, ты не скажешь ему об этом. Ха, с помощью моего учителя бургерный бизнес теперь пойдет в гору. Я в этом не сомневаюсь. Скотинка отлично растет в этом году. Я рад за тебя. Орло, от этого аромата слюнки текут. Закажем что-нибудь? Ну, конечно. Она меня прям толкнула туда в стол. Так, ну, в общем, как дела вообще? Такая любимая еда. Люблю десерты, пирожные, пудинги, слойки. Все пойдет. Ничего себе. Хорошо. Что дальше? Поговорите о любимой еде. Мне нравятся спагетти с острым соусом. Невозможно устоять. Спагетти с острым соусом. Хорошо. Что дальше? Спросите о работе. Что мне сказать? Как работа в клинике? Мне нравится здесь работать. Я напрямую помогаю людям и многому учусь. Надеюсь, однажды смогу открыть собственную клинику. А ты учишься в каких-нибудь других клиниках? Собственная клиника? Да, это далекая мечта. Доктор Филлис, но раз и не звучит. Что дальше? Спросите о работе. Сейчас мы ему поесть аж не успеем. Ну, ладно. Ладно, дай подарок подарю. Сразу тридцатка уже осталась. Так, есть спросить еще о работе. Да, и хватит заказать. Были какие-нибудь уникальные медицинские случаи? Не могу раскрывать подробности, но иногда приходится отравлением с силовыми камнями. В целом, мало кто жалуется на здоровье. Что дальше? Давай сделаем заказ. Я угощаю, тебе что заказать? Я часто прихожу сюда, здесь портить не так уж много вариантов. Обычно мой заказ входит тушеные грибы, кремовая лапша с беконом и острый кислый картофель. Подождите, вы должны попробовать ребрышки во фритюре и радужный лимонад. Они превосходны. Опять запоминать кучу всего. Тушеные грибы хорошо, кремовая лапша хорошо, острый кислый картофель и ребрышки во фритюре и радужный лимонад. Так. Тут такого нет, наверное. Я уже забыл, что ей надо тушеный рис с тыквой. Я не помню. А вот. Вот это точно. Ребрышки во фритюре. Такие вины тушеные грибы. Пирожное. Радужный лимонад. И остро что-то там. Остро во фритюре. Или как он там... Нет. Остро что-то там. Нет. Не это. Не это. Не это. Не это. Это я выбрал. А где же оно? Остро картофельное что-то. Фигня какая-то. Бланшированный картофельный фрукт. Нет. 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 О, вот. Остро кистый картофель. Вот это. Все. По-моему, я все угадал. Можно официантом, да, наверное, работать. Здесь все, что мне хотелось. Спасибо. Ну, вот круто. Хорошо. Что дальше? Спросить о работе. Что мне сказать? Как работа в клинике? Мне нравится здесь работать. Я напрямую помогаю людям. А ты учишься в каких-нибудь других клиниках? Мы довольно далеко от других городов. Поэтому я не училась в других докторах. Но доктор Сьюс столько всего знает, что понадобится года, чтобы овладеть его знаниями. Что дальше? Уйти. Ну что, это было неплохо. Плюс 20. Было весело. Спасибо за отличное свидание. Накормил, так накормил. Летающие свинки. Лучшее сообщество. Ладно, я не спорю с этим. Вон сидит человек, который не дает нам последний квест. Я учу этот вонючий запах молока. А, то, что надо. Итак, хочешь послушать про песчаное сгоре? Да, я могу забыть мою давнюю любовь, Мейбл. Мою молодежь, думаете. Вернее, вы же кое-что повидали. Но если мы, вы, вернее, не видели мою дорогую Мейбл, то ничего не знаете о красоте. Жаль, что моя любовь была не разделенной. Ну, поздравляю. Вы, ребята, совсем тут разленились. Ладно. Здорово, сэм. Арло и Ремингтон очень... Ну, что у нас получилось. Хотя бы приблизиться полсердца, короче. Филлис. Если бы ты еще какой-то квест бы выбросила бы... Слушайте, а сегодня квесты были у Минуса, да? Или я забыл про них? Нет, были квесты. Что же что-то выполнил? Или не выполнил? Я уже не помню. Нет, у меня квестов нет текущих, но... А, здесь я же брал на Руссо, точно. Жалко, что больше нельзя брать. Это, конечно, обидно. Я бы взял бы еще Марту. Не могу. Я всю доску объявлений бы... Почистил бы, сто процентов. Ладно. Тут еще землетрясение. Что-то для чего-то здесь появилось. Не знаю, для чего. Может, еще какая-то уже обновленица подоспела. И мы с вами немножко займемся этим. Спасением портии. Не знаю. Ладно. Как тут поговорить-то? Твои отзывы по-нашему заставляют меня двигаться. В общем, нормально. Все. Три рецепты мне все еще не... О, продает уже рецепты. Слышите? За 175. А мы что, с тобой подружились? Хара, тебя видишь снова, юный мастер. Я сегодня в хорошем настроении. Так что расскажу, как готовить блюдо сладкая икра. Давай. Хорошее настроение. У меня тоже такое было настроение. За 175 монет. Мудрый выбор. Блюдо сладкой икра можно создать, используя следующий ингрейн. Рыба-лягушка, сахар, тмик. Новый кулинарный рецепт. Да, теперь цены чуть-чуть побольше стали, чем были ранее. Может, должен быть с целью, прям как я, да? Так, Соня, мы с тобой общались? Да, мы с тобой уже общались. Все. Вот такие вот дела. Интересно, а Хас-Тас сейчас где? Работают в гавани или продолжают ходить по площади? Хаса-Таса здесь нет. Это уже подозрительно, между прочим. Сейчас пойду их искать. Вы внимательно смотрели дом. Над ним работали несколько новичков. Думаю, они все сделали отлично. А, это были новички. Понятно. Шай, давай как-нибудь поиграем вместе. Ты определенно стоишь моего внимания. Обязательно. Я тебя кормить не буду. Я уже весь город кормлю. Нелегко вести учить денег семье. Да, да. Пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь. Поддерживать отношения. Так, поехали посмотрим, каких дом. Или поехали посмотрим, каких гавань. Сюда ехать ровно час. Сейчас проверим. Вообще-то они должны были в гавани грузчиками работать. Так. О, свет горит. Смотри, какой уютный дом. Ещё есть с расписанием каким-то. Да нет их тут. Ну, это точно в гавани, наверное. Я прослежу, интересно, их быт. Они говорили, что мне надо будет больше купаться в фонтане. Лучше бы они в фонтане купались, чем в этом зелёном тазике. Ну, зато кровати есть, и крыша над головой. И самое главное, что добираться домой будет недолго. Автобусную остановку я поставил для них. Поставил. Что пусть на автобусе ездят. Автобусы бесплатно портят у нас. Так. Ну, покажите мне, как они работают. Что-то я не вижу тут работничков этих трудяк, которые... Склад. Хастас. Вы же должны грузчиками работать. Конечно, может, уже время позднее. А, уже больше 22. Ого! Тут же езда сюда час. А может, и больше. Это что такое? Ничего. Тоже свет горит. Кстати, у них такой же дом, как... Как вот здесь вот склад. Такой же, видите? Один в один. Только... Хастас не написано. Расписание вот есть. И тут вывеска типа кофейня. А ты что тут делаешь? Ты тут живешь, Тоди? Это не написано, что это твой дом. Ну, ладно. Так, пойду проверю еще раз Хастаса. Нет, просто интересно. В гавани нет. Возле фонтана их нет. Дома их нет. Сейчас напишут, что поздно. Да, до 22.00. Ну, ладно. Здесь их я тоже не нашел. Но это другая уже история. Так, давай последняя маршрутка. Которая ездит даже по бездорожью. Видели? Ладно. Друзья. Все. Остается у нас только квест Мейсона. Ждем теперь только его. И, как я уже говорил раньше, финалим. Привет, дети. Мы же финалим часов 20, наверное. Ну, ладно. Часов 12 мы финалим. Я думал, мы уже закончили игру. Нет, здесь просто... Здесь просто... Внеплановый контент появился. Ну, ничего. Ничего. Зато мы больше узнали о порте. Помогли некоторым подозрительным личностям. Становится поздно. Мне пора дыхать. Да я бегу уже. Так, мы с тобой сегодня не общались, Роза? Да, и с кошкой я не общался, да? Ну, да. Плюс 2. И плюс 5. Все. Все спят. И я туда же отправляюсь. Дети сами доберутся до кровати. Зачем их носить? Правильно? Так уже большие и взрослые. Ладно, друзья. Следующая серия. Будем стараться пробиваться к Мейсону. Хотя там еще было какое-то землетрясение. Не знаю, к чему это было. И кто такой Логан? И что с ним делать? У меня есть его плакат. Но я не знаю, где его искать. То есть у нас появилось землетрясение. Логан и Мейсон все еще. То есть снова 3 квеста. Которые висят. И следующая серия будет про них. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий, канал Шедвель, Игровые Миры. До новых серий в порте. Пока.